Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Каким будет паводок? Какие территории могут попасть в зону затопления? И как вести себя при большой воде? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Валчиков. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие прогнозы на нынешний весенний сезон? Чего нам ждать? Потому что, как уже предварительно мы слышим, что будут отличия от прежнего года. Во-первых, паводок, который происходит из года в год. Он каждый раз отличается, наверное, да? Он каждый раз отличается, поэтому говорить о том, что он будет такой, как в прошлом году или как в позапрошлом году, так, наверное, нельзя. Можно сказать, некорректно даже, да. Да, некорректно, поэтому каждый паводок, он приносит свои характеристики в то состояние населения, так можно сказать. Да, есть предварительный прогноз, в том числе пришел прогноз от Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера Центра антистихии, город Москва, который спрогнозировали всю практически паводку, обстановку на территории не только нашей области, но и на территории всей Российской Федерации. И в выписке из этого я могу некоторые моменты рассказать, что прогнозируется, какие ситуации вводят. Ну, во-первых, на территории бассейна рек Самарской области максимум половодия планируется или прогнозируется выше нормы при активном развитии ситуации или весенних процессов, а также в случае выпадения обильных дождей, обильных осадков, формирования возможных заторов льда на реках. Тем самым ожидается и повышение максимального уровня воды в среднем где-то от 0,5, наверное, до метра, а местами и выше, до полутора метров прогнозируется, по крайней мере, подъем уровней воды. Это такая тревожная информация. Да, это тревожная информация, поэтому к этому надо необходимо и готовиться, и подготавливаться лично, и в том числе органам местного самоуправления, и органам исполнительной власти субъекта. Также прогнозируется наибольший риск неблагоприятных развитий чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Существует риск и локальных подтоплений, особенно на низменных участках территорий, некоторых участков и дорог, которые в низменных, по низменным проходят, по низменной местности. В основном прогноз характеризует поводок от Волжско-Камского каскада по сбросам, преувеличенных сбросов по Волжско-Камскому каскаду, Жигулевской, в том числе ГЭС. Ну, если будет происходить при увеличенных сбросах, то, да, низменные части территории и пойменные участки, они будут подтоплены. А какие это территории, какие зоны? Можно вот по областям, по районам, вернее, пройтись, потому что, чтобы представлять, чтобы не всем сразу готовиться, а хотя бы вот понимать, где есть риски? И неужели можно, что из Москвы вот такой могут дать прогноз, насколько он может оправдаться? Или вы все-таки здесь, в Самарской области, больше владеете ситуацией, по районам в частности? В том числе и по районам на территории области мы корректируем со своей точки зрения, со своими специалистами и корректируем те мероприятия, которые соответствуют на текущий момент времени. То есть, образно говоря, если говорить по снегом запасам, которые сейчас на территории области, да, они превышены, превышены довольно на высокий уровень. И поэтому первое, наверное, что можно предположить, те населенные пункты, которые или муниципальные образования, районы, которые находятся вдоль, или расположены вдоль рек, такие как Волга, Сок, Сызрань, Большой Кенель. Теперь вероятность паводковых явлений довольно-таки высока. Понятно. А конкретно по районам вы не прогнозируете? Ну, как можно спрогнозировать? Можно спрогнозировать и по районам, но это будет же такая более предварительная информация. А что касается Самары, вот нам, горожанам, стоит чего-то опасаться или нет? Если говорить, и снега больше, чем обычно, и могут быть дождей, и от Жигулевской ГЭС подняться вода. Если говорить чисто про Самару, то это можно определить. Может, тут на Волге практически. Да, на Волге это определить, наверное, прогнозируется район Куйбышевский район, часть, наверное, городского округа Новокуйбышевск. Куйбышевск – это дачные массивы, которые расположены вдоль рек, это тот же поселок Граный. Там в основном будет, так сказать, неприятно находиться. Да, и все мы знаем, что вот в поселках, которые вдоль рек расположены, очень много домов построено. В таком случае, какие предварительные меры могут принять собственники и люди для того, чтобы подготовиться к такой большой высокой воде, что делать? В первую очередь, когда будет происходить, естественно, слушать радио, телевидение, обращать внимание на те сообщения или те, например, информацию, которые будут передаваться органами местного самоуправления, это первый момент. Информационная составляющая все-таки на территории Самарской области довольно-таки обширная. Да, сейчас и по сотовым телефонам, и по сотовым телефонам, то есть информация все равно будет доводиться до населения. Это первый момент. Ну а населению что делать? В первую очередь надо подготовиться к этим мероприятиям, как уже не раз напоминались и не раз разносились и доводились памятки информационные о том, какие же мероприятия все-таки предпринимать. Ну, во-первых, наверное, очистить свою же территорию от того снега, который скопился непосредственно на вашем участке или на вашей территории. Постараться сбросить снег с крыши для того, чтобы, ну, обезопасить тяжесть, так сказать, конструкций, которые находятся в доме. Это вот один из основных моментов. Следующий момент – это подготовка, например, своей территории, чтобы как можно быстрее вода и снег таял и уходил. То есть прочистить водосливные канавы, каналы, трубы, если есть такие на участке, для того, чтобы можно было как можно быстро и максимально в короткий срок отвести ту воду, которая может находиться на этом участке. Если мы говорим о сельской местности, то для меня вот всегда очень таким трепетным, даже щемящим моментом выступают домашние животные и скот. Мне кажется, что может возникнуть такая паника, если вот люди и себя спасать, и вот своих домашних питомцев. Вот в такой ситуации что делать? И бросать жалко, и понятно, что это нужно огромное усилие, чтобы как-то их сразу эвакуировать, как-то куда-то отводить, везти и так далее. Вероятность того, что паводок будет очень быстрый и бурный в течение каких-то минут, я думаю, такого не будет. Он постепенно будет, и об этом будут информационная информированность не только органов местного самоуправления, но и в том числе и органы исполнительной власти, и главы поселений, непосредственно находящиеся в этой зоне. То есть информационная составляющая все равно будет. Информированность, население. Поэтому и предполагается, что в первую очередь слушать тех лиц, которые ответственны за данные мероприятия. То есть это при администрациях созданы соответствующие комиссии, созданы соответствующие оперативные группы, которые будут владеть полностью обстановкой, и которые на текущий момент времени они будут знать, как действовать и как осуществить те или иные мероприятия, которые необходимы. А если проанализировать, секундочку, опыт прошлых лет, какие можно уроки извлечь? Потому что, да, такие, по-моему, года три назад было такое очень... Бурный поводок? Да, да, такое. И какие-то ошибки можно учесть? И людям еще раз сказать, что нужно придерживаться такого, так себя вести. В любом случае, в любом случае, как сказать, не паниковать. Это первое. Это первое. Поэтому при панике понятно, что люди будут неадекватно себя вести, и некоторые моменты по своей же безопасности они будут просто опускать. Поэтому не паниковать, а четко, размеренно действовать и знать. В первую очередь, если уж не дай бог это произойдет, вот, естественно, знать, где взять документы. В первую очередь, в следующий момент, наверное, отключить всю электроэнергию в доме, чтобы не было каких-то замыканий, последствий после этого, когда вода зайдет в дом. Поднять первое имущество, которое наиболее ценное для людей на верхние этажи, если такие будут, либо вынести их на более высокий уровень. Ну, а животных предлагается вывести также либо на более возвышенные места, это если не обозначены пункты временного размещения, в том числе и пункты загонов скота органами местного самоуправления. Вот. Хотя во всех районах, паводкоопасных или подверженных риску паводка, в этих районах определены места загонов, где животные будут находиться, то есть там и будут и животные, и корма там будут, осуществление вот в этот период времени непосредственно нахождения животных на этих территориях. Кажется, что все отработано, но в любом случае это стрессовая, опять же, ситуация, когда вода поднимается, да, наверное, все-таки может возникнуть паника, от которой нужно отказываться по вашей рекомендации. Скажите, пожалуйста, лично вы принимали участие в спасательных операциях, и как все это выглядит? Какими МЧС обладает возможностями для того, чтобы быстро отреагировать на такие вот чрезвычайные ситуации? Что вы делаете? Эвакуируете вы людей? Вот как все это происходит? И вот в вашей практике это было такое? Да, в моей практике это участвовал. Я участвовал и не раз, если говорить. Мы работали по практике, когда была довольно большая территория затоплена в Волжском районе. Вот. И оттуда вывозились и сельскохозяйственные, так сказать, животные, или животные домашние, и люди в том числе. В основном были задействованы силы и средства органов местного самоуправления, а также привлекались силы и средства Волжского спасательного центра. То есть на данной ситуации сработка была очень быстро организована и, по крайней мере, не допущена ни гибели людей. Вот. Слава богу, никто не пострадал. Да, был довольно причинен серьезный ущерб, об этом не раз говорилось. И вот с этой целью были на... После, вернее, этого были серьезные, так сказать, приняты меры в части того обеспечения именно подготовки к поводковому периоду следующего года. И некоторые моменты, они были акцентированы именно на безопасность как людей, не находящихся на этой территории, так и непосредственно живности, чтобы уменьшить, так сказать, материальный ущерб и для населения, и для людей, которые пострадали в этих ситуациях. Да. Ну вот еще хотелось бы узнать, как сотрудники МЧС готовятся предварительно, как вы поддерживаете свой форум, проводятся ли специальные учения, чтобы, опять же, вот знать, как себя вести, как быстро действовать, слаженно, и чтобы это не было и для вас тоже, не то, что в новинку, а чтобы все было отработано. Что предварительно делать перед поводком? Ну, как готовимся? Готовиться к поводку или к поводку-опасному периоду мы начали еще в прошлом году. Да. Интересно. При проведении, подведении итогов прохождения поводка 2016 года уже, грубо говоря, мы начали готовиться к поводку 2017 года с теми основными, можно сказать так, недостатками или шероховатостями непосредственно на прошедшему поводку 2016 года. В последующем, то есть в конце 2016 года, органам местного самоуправления, в том числе созданной рабочей группой непосредственно в главном управлении, были организованы выезды по гидротехническим сооружениям, чтобы они перед, так сказать, зимой осуществили сработку. Это первый момент. Посмотрели все плотины, посмотрели все дамбы на наличие там повреждений и так далее. В последующем это по прошлому году. В этом году у нас были проведены практически в каждом муниципальном образовании, в каждом муниципальном районе соответствующие тренировки по работе оперативных групп органов местного самоуправления, комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечения пожарной безопасности в части отработки вопросов при резком затоплении, подтоплении соответствующих территорий муниципальных образований. И также в марте мы провели комплексное, так сказать, учение с органами исполнительной власти Самарской области. Участниками были в целом комиссия по чрезвычайным ситуациям обеспечения пожарной безопасности в Самарской области в рамках тренировки по подготовке к прохождению паводка 2017 года с отработкой вопросов именно силами и средствами, которые находятся на территории субъекта Самарской области. У нас, кстати, есть сюжет об одном из таких учений, которое прошло. Мы сейчас его посмотрим, а потом продолжим разговор. Пробурить отверстие, поместить туда взрывчатку, подрывная служба работает слаженно. Такими жесткими методами спасатели борются со льдом. На учениях только отрабатывают технику, взрывать ничего не будут. Когда начнется паводок, их навыки могут пригодиться на реках Чапаевка и Большой Кенель. Данный метод очень эффективен, помогает достичь быстрого спада уровня воды в населенном пункте, в затопленной территории, обеспечивая уход талых вод. Как правило, город затапливается не в самом городе, а где-то на подходе к городу. Соответственно, на подходе к городу устраиваются данные мероприятия. В учениях участвуют все службы. Одни отрабатывают навыки спасения людей из воды, другие производят так называемое чернение льда. Посыпают его залой или грунтом, чтобы под действием солнечных лучей он быстрее растаял. Когда стихии бушуют, на помощь приходят и мешки с песком. Из них спасатели строят дамбы. Плотина возводят по береговой линии, чтобы вода с рек не попала в населенный пункт. Не так давно, при затоплении в Яблоневом Авраге, строили как раз такую плотину. Но тогда использовали не только мешки с песком, а все, что могло создать препятствие для воды. 200 человек личного состава, полсотни спецмашин, на вооружении у спасателей вся необходимая современная техника. По данным сотрудников МЧС, паводок в регионе начинается с южных районов. Сначала вскрываются малые реки, потом Волга. Когда ждать половодия в этом году, пока не ясно. Точные прогнозы станут известны только в середине марта. Вся информация будет стекаться в оперативный штаб. Связь установлена со всеми муниципалитетами. При необходимости там, где возникнут нештатные ситуации, будут развернуты лагеря спасателей. Начальник регионального управления МЧС высоко оценил готовность всех служб. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы готовы своевременно людей оповестить, если будет где складываться какая-то нештатная ситуация. Ну и, конечно же, прийти на помощь. Свою работу будем именно ставить на предупреждение, на своевременное информирование. В борьбе с паводком спасателям может помочь погода. Если весна будет долгой, днем все время будет плюсовая температура, а ночью минусовая, половодие на малых реках пройдет практически незаметно. Что касается Волги, все водохранилища активно готовят к приему паводковых вод. Корреспондент озвучил вопрос в течение сюжета, что когда в этом году будет паводок, пока неизвестно. Сегодня есть уже более конкретная информация? Или она тоже, как-то в зависимости от районов, тоже может быть разной? Или есть определенная дата, когда начинается паводок? Как это узнать? Нет, определенные конкретно даты с тем периодом времени, который в нашем посознании нельзя предположить. И поэтому прогнозируется, что малые реки у нас прогнозируется вскрытие конец марта, начало апреля, а по реке Волга там уже конец апреля, середина апреля и начало мая. То есть вот эта водная фаза, когда уровень воды будет на максимальном уровне, на самой высокой точке. А какие, кстати, нормативы вот этих максимально высоких точек, какие из них становятся опасными для людей? Как это все определяется? Для каждой территории есть свое, так сказать, наивысший уровень подъема воды. И поэтому говорить конкретно, какой... О средних каких-то нельзя, да? Да, о средних практически нельзя так сказать. Вот. Для Самары один уровень, для Тольятти, там, допустим, другой уровень, для Кохвестнева. А визуально или как это можно ощутить? Просто когда вот видишь уже подъем воды, и когда она проникает уже на сушу, или что, вот становится самым тревожным симптомом? Нет, ну так, если говорить про уровень... Вот когда нужно начинать бить тревогу, вот тем же специалистам, которые в районных администрациях, в районах сидят, когда они начинают предупреждать население, волноваться, уже вот к практическим действиям подходить? Тут вопрос, наверное, немножко не так. Любой орган местного самоуправления, находящийся на территории, они на текущий момент уже контролируют свои водные объекты, которые проходят непосредственно по их территории. И в зависимости от того, какой уровень воды на текущий момент, и как он осуществляет вода прибытия непосредственно по руслу реки, контрольные посты, они осуществляют информирование как руководителей оперативных групп органов местного самоуправления, так и непосредственно населения. То есть информация об ситуации, складывающейся непосредственно по рекам, проходящим на территории муниципального образования, она вся стекается не только в орган местного самоуправления, в администрацию, но и также в штаб или в рабочую группу штаба, оперативного штаба, главного управления, где сейчас осуществляет в круглосуточном режиме наши сотрудники работу по контролю за паводкой обстановки на территории области. Вот как заверил ваш руководитель, что в принципе МЧС готова, да, вот и к паводку, и к любым ситуациям. Мне хотелось бы узнать, какие, вот в целом, если анализировать, какие основные причины, так скажем, большой воды, что может явиться основанием для такого паводка? Для серьезного паводка на территории области может явиться первый момент, это если будет превышение уровня Волжско-Камского, по Волжско-Камскому каскаду, когда может произойти переполнение, или так сказать, максимальное наполнение Куйбышевского водохранилища, и пройдут увеличенные сбросы Жигулевской ГЭС в Саратовское водохранилище через гидроузел большой воды. Плюс непосредственно, если накладка произойдет еще по малым рекам, вскрытие произойдет рек, и эти фазы вместе сойдутся, так сказать. Вот тогда, да, можно ожидать довольно высокой воды. И скажите, пожалуйста, как, вот чем может МЧС или какие-то службы помочь людям? Допустим, вот если взять нашу зону, на Красной Глинке рядом там с какой-то рекой настроили домов, и вот если они начнут затапливаться владельцам, собственникам, людям, куда звонить, куда обращаться, и как быстро вы отреагируете, и на какие просьбы? Вот что может быть поводом для того, чтобы МЧС поехала на место и начала оказывать помощь? Ну, как я уже сказал, в Главном управлении работает рабочая группа по контролю и заповодке обстановки. Потому что вы же не можете по каждому звонку выезжать, там вот у меня подтопил дом, и вот что делать? Я понял вопрос. Вот я как еще раз повторюсь, что на территории Главного управления осуществляет в круглосуточном режиме работа оперативного штаба или группа, которая осуществляет контроль за поводкой обстановкой, где стекается вся информация от органов местного самовысловения, тоже такие же группы, которые ежедневно в суточном режиме два раза в сутки представляют информацию по тому состоянию водных объектов, которые расположены на их территории. Вот информация эта вся стекается к нам, она анализируется и принимаются соответствующие меры. Вместе с тем, до органов местного самоуправления, до едино-дежурных диспетчерских служб ежедневно доводится прогнозная информация о состоянии погодных условий на территории и первых первичных мероприятий, проводимых, если есть риски возникновения той или иной чрезвычайной ситуации, связанной в том числе и с паводком. Вот первичная, так сказать, прогнозная информация доводится до органов местного самоуправления в части предпринятия мер, обеспечивающих безопасность нахождения на этой территории. Значит, куда нужно звонить все-таки? Есть ли единый номер или нужно все-таки в местное какое-то обращение? Нет, в первую очередь, естественно, информируется о том состоянии орган местного самоуправления, то есть либо в администрацию района, либо в администрацию города. Эти телефоны и на сайтах есть, и обращаются также непосредственно и в главное управление на телефоны оперативного штаба. А короткие есть номера, которые вы запомните? Потому что телефон администрации, это нужно найти еще. С сотового телефона это 101 номер. Если брать рабочие группы оперативного штаба по контролю за поводкой обстановкой в главном управлении, это телефон 338-96-59. Там сидит, находится человек, осуществляющий контроль за поводкой обстановкой, и вся информация будет доведена соответствующим образом до соответствующих служб. Если говорить о последней информации, то уже начались какие-то тревожные звонки, сигналы, что сегодня происходит? Или нет? Пока спокойно, стабильная ситуация. На текущий момент погода, как видите, благоприятствует на нашей территории. Ночные температуры довольно серьезный минус, а дневные температуры прогреваются чуть-чуть больше, плюс 2-3 градуса. Поэтому на текущий момент на территории области никаких затопленных, подтопленных, населенных пунктов, тем более участков дорог нет. Да, многие реки сейчас ведут полномерное вскрытие ото льда, но если в таком же режиме продержимся, и погода нам поможет, я думаю, должно пройти спокойно. По малым рекам, еще раз повторяю. И в сюжете тоже было сказано, что и с реками как-то с береговой линии проводится какая-то работа, отводы. Что конкретно можно сделать, если источник устранять уже затопление? Ну, конечно, речку не можно устранить, но все-таки какие-то меры можно принять? В первую очередь подготавливают, наверное, делают, и это было озвучено и на видеоконференц-связи, при подготовке к паводку с органами местного самоуправления. Во-первых, запасы создают соответствующие, то есть и глину, песок, щебень соответствующие. Выкладывают, если есть такая необходимость, они в определенном месте, и при приходе, так сказать, подъема уровня воды, выкладывают на тех наиболее опасных участках, которые определены в соответствующих планах. А кто привлекается к такой работе по укладыванию, опять же? Тоже на случай, люди и силы. Да, эти силы и люди определены, определены они и в соответствующих планах, и представители органов местного самоуправления, главы районов, главы поселения, они знают, кого как привлекать, потому что это скоротечность процесса, и для этой цели надо как-то ускориться и очень-очень быстро провести ряд мероприятий, обеспечивающих им безопасность. И все-таки я сделала вывод, но он понятный, конечно, что паводок в сельской местности и в городах – это абсолютно разные вещи, наверное, да, как-то можно предположить. Вот в чем специфика, разница? Мы говорим об общей опасности для всех, но она везде, как выяснилось, разная. Даже в разных селах и районах тоже разная опасность, в зависимости от уровня воды. А вот что касается жителей городов, какую информацию можно до них довести? Вдруг, если что, для них тоже вот какая-то будет угроза. Для, так сказать, жителей городских округов и городов? Или нет вообще такой? Как таковых? На всякий случай, чтобы быть готовым все-таки. Первое – это информационная составляющая. И там уже по плану, по информации вести себя? А там уже по информации вести себя, и, как я еще раз повторюсь, не паниковать. Каждый человек, он к тем мероприятиям практически готов и знает, что и как действовать. Я так предполагаю. Почему? Потому что проходят соответствующие и тренинги, и обучения, в том числе и на территории органов местного самоуправления. Я прекрасно представляю, что многие видели и сюжеты различных действий и спасательных служб, как в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И много очень сюжетов с такой же тематикой и в интернете, и на сайте главного управления, и на сайте администрации. Просто еще раз, для того, чтобы быть во всеоружии и готовым знать, как действовать, можно обратиться на сайт и главного управления МЧС России по Самарской области, посмотреть там все памятки, касаемые именно паводковых мероприятий, паводковых явлений. Спасибо за эту рекомендацию и всю важную информацию, которую вы озвучили в течение нашей встречи. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!